итак третья часть или видеоролик о том как устанавливать дополнительные программы и делать там разные настройки ну зайдем стандартный браузер насколько я понимаю google chrome здесь не очень уважают а мне так он даже очень нравится поставим одно из моих главных и любимых программ потому что она практически она вам очень пригодится в ней будет храниться вся необходимая информация не вся ну много полезной информации по линукс менту значит вот поищем я вел поисковое словечко черри 3 вишневое дерево и вот она вам откидывает много чего ну вам нужно найти вот это вот гу из пэн гу из пэн черри 3 вот на него кликаете пробегаете в самый низ сайт на английском языке особенно сильно не заморачивайтесь доходите вот сюда и вам нужен вот этот файлик дебяновский вот черри 3 но 35 9 1 дебян вот на него нажимаете но он даже сразу просит с инсталлятором значит ну давайте хотя я нет я все-таки сохраню сначала штучка это полезная пока там она ставится я здесь вот заберу заведу еще ну вот официальный сайт вроде бы как google chrome и download и вот я вижу настоящий официальный адрес вот google вот отсюда то я этот свою версию и буду скачивать я выбираю 64-битную версию дебяну бунту вот это очень хороший файлик принятие установить тоже сохраню этот файлик эта штучка полезная большинство других программ в принципе можно ставить и скажем так и через менеджер программ или значит можно ставить через терминал значит источниками программ в linux mint является вот первое значит если вы знаете или у вас где то есть хранится запись у меня она хранится в черри 3 значит команд для терминала через который можно устанавливать разные программы второй источник это вот дебяновские файлы файлы файлики они хорошо устанавливаются значит на на минте ну и менеджер программ вот три источника основном дебяновские файлики менеджер программ и значит терминал вот таким вот образом и так значит открываем файлик ч 3 вот пишут что более старой версии доступно менеджеры программ ну а зачем я более старой версии когда значит я сейчас пытаюсь установить более новую попробуем сначала новую версию поставить ну заведем пароль значит у меня во всех сборках имя пользователя и пароль уже знаете юзер сделали их короткими поэтому их удали устанавливать очень удобно не требует много время при заводке если он там 5-10 надо поставить программы каждый раз вы будете вводить пароли там по 10 по 12 по 20 символов ну скажем так подустанете вот когда уже все настроить и вот тогда как говорится ради бога берите делайте себе пароль хоть полкилометра длиной зависит как говорится только от вас и так программку через три мы поставили я щас ее выведу на панель добавить на панель программка нужно и она нам нужно будет также нужно будет и вот этот вот друг любезный так самое основное есть значит мы проверим ну пожалуйста все и даже как говорится на на русском языке теперь значит что нужно обязательно вам понадобится скачать мой файлик значит у меня под любым моим видеороликом значит имеется ссылочка где значит нажав на мою кладовочку зайдя на нее вы можете значит скачать себе этот файлик и так вот под любым моим видеороликом нажимаете на мой блог и в моем блоге нажимаете на мою кладовочку на мега и здесь увидите вот такую папочку называется черри это через старая тут старье у меня всякое а вот здесь самые последние файлики черри 3 выбираете вот командой видео . сети б без волнистых линий вот нажали на нее нажали скачать и пошла стандартная загрузка файлик небольшой 12 6 мегабайт грузится довольно таки быстро как только он загрузится мы его запустим итак файлик черри 3 скачался значит что мы сделаем запускаем программу черри 3 файл открыть файл он у меня в загрузочках сидит вот он он единственное что я всегда делаю я ссылки отмечаю вот не этим синим цветом он не смотрится здесь на синем фоне а делаю желтым изменения вступят в силу после перезагрузки да ради бога что мне тяжело запустить два раза вот теперь уже сказать более или менее прилично все это дело видно и у вас под руками оказывается очень хороший справочный инструмент прелесть его мы уже поняли когда устанавливали значит официальный образ на флешку дальше значит вот мои видеоролики тут самое скажем так необходимое по операционным системам по менту вот по ценамону я сюда добавлю сейчас еще несколько роликов которые сделал тоже они попозже будут здесь но в принципе довольно таки хорошая информация по значит различным операционным системам по менту по икс фейсу по убунту по писи линукса манджаро там по фидоре даже ролик сделал по винде то есть по операционным системам а здесь имеется по программам и большинство из них как видите вот помимо ссылки на видеоролик конкретно еще значит имеется и как устанавливать программу вот практически такая вот хитренькая программка черри 3 значит дальше в этом файлике вот пожалуйста у меня значит ссылочки отсюда всегда можно скачать последней версии файлика и вот значит кладовочка вот она а это мой блог то есть уже никогда не потеряете не забудьте обзовите этот файлик для себя как вам нравится там файл сохранить там как значит можете допустим написать там вася пупкин нажать сохранить и будет вам счастье только сами не забудьте значит в принципе вот это вас избавит от тупой и ненужной работы вручную заводить самые различные команды потому что большинство из них здесь уже написаны вот далеко ходить не будем поставим значит очень важную программу которая будет всегда как говорится следить все ли у вас в порядке сделать резервную копию и на флешку значит можно сделать образ живой системы и с нее всегда можно работать на любом компьютере и с этой же флешки можно будет всегда восстановиться на любой раздел жесткого диска на любом компьютере вот первый команду взяли скопировали открыли терминальчик поставили нажали enter завели пароль пользователя ну вот просят они так просит нажать enter нажали enter затем значит скопировали вторую часть ну и пока там она ставится вот еще скопировали третью часть ну и вставляем последнюю часть нажимаем yes и пусть она там себе ставится вот он поставился помните он говорил про хитренькую командочку которая проверяет надо что-нибудь там или нет добавить или убавить вот я сюда и скопировал вот мы сейчас его так вот скопируем отсюда ставим сюда и скопируем название программа system bug и вот пусть она у нас посмотрит нажмем yes то есть надо или не надо что-нибудь до установить вот нашла видите теперь значит скопируем ставим сюда Нажмем Yes И пусть она там все это дело доустанавливает То есть великолепная команда для терминала Рекомендую многим И вот она практически закончила все самое необходимое Нашла у меня Windows 8 На моем жестком диске Нашла Linux Mate 17.2 обновленный Нашла Linux Mint XFCE XFace так называемый То есть все сделано корректно Поэтому в программу SystemBug Я даже ее выделил зеленым цветом Не забывайте, если что-то вы поставите Одна команда хорошая и вот вторая хорошая команда Тоже Значит она позволяет Если что-то не так Ну починить Вот само слово называется Fix починить А митинг пропущенное Починить там, установить пропущенное И так далее То есть если вы какую-то программу вставите Ну не поленитесь Проверьте Потому что система-то она лучше знает Что ей нужно А что ей, скажем так И не нужно Значит Вот практически Что мы сейчас сделаем Я хочу программу SystemBug Вывести на панельку Так Где тут она у нас Располагается Да, нам беру я просто Вот она На панельку Системный монитор Весьма желательно тоже Ладно Займемся теперь Панелькой Не знаю как то Лично мне нравится панелька наверху Настройка панели Значит Смотрим Во-первых Пользовательский размер Мне С моим зрением Где-то вот Ну Где-то вот так вот Меня Устроило бы Все это дело Так И вот теперь я хочу Переместить панельку наверх Изменить панель Переместить панель И вот наверху появляется полоска Нажал на ней я сверху И она переместилась Вот сюда наверх Вот практически Все настройки Панели Как сделать панельку Прозрачной Почитаете в старых моих Значит Настройках Как это дело делается Вот здесь вот тут написано Где-то у меня Прозрачная панелька Сейчас посмотрим Вот И тут И тут И видеоурок Значит Сделан Можно посмотреть Там И вот Что нужно Заменить И где И на что Вот Я Сильно много не буду Рассказывать Потому что у меня Масса сделанных Видеороликов По установке По установке Той или иной Программы И поэтому Обременять Здесь Вас не буду А самое-самое Основное Расскажу Вот В графе Видеоролики Значит Программы Вот Пойдете Практически На любую Вот Та же панелька По ней у меня Три видеоурока Сделано И вот Опять-таки То же самое Все дано Я тут Продублировал То есть И посмотреть И где искать И что заменить Там и так далее И тому подобное Значит Чем займемся Сейчас Займемся Вот чем Настройкой Вот этой штучки Ух Любят они Прятать Все это дело Ну ладно Клавиатура Идем на раскладки Вот Английская И русская Я пишу Добавить Значит Я ищу Английскую Но мне нужна Не американская А английская Американскую Значит я Просто-напросто Как говорится Уберу Поскольку Меня это Скажем так Не интересует Разрешу Использовать Все это дело Комбинацию Параметры И вот здесь Вот Сделаю Как в винде Альт-шифт Вы можете Выбрать любую Комбинацию Клавиши Для переключения Раскладки Клавиатуры И теперь Если я начну Нажимать Альт-шифт Вот у меня Меняется Видите На панельке Значок Английский Русский Английский Русский Все И как говорится Голова не болей Значит Ну Самые ходовые Программы Сделаны И Поставил Поставлю Я сейчас Еще Google Chrome Потому что Я Скажем так Предпочитаю Его Больше Дебяновский Файлик У нас Скаченный Размер У него 43 Там Чем-то Мегабайта В принципе Небольшой Вот На него И Нажмем И Пусть Он Его Дебяновский Пакет Установщик Дебяновских Файлов Он Автоматически Входит Вот Пусть Он Его И Поставит Я Значит Пока Закрою Этого Друга Ну Пишет Что Вроде бы Как Установился Но Это Все Легко Проверяется Идем Идем В Меню В Интернет Google Chrome Вывожу Я Сразу На Панельку Его И Смотрим По Умолчанию Да По Умолчанию Итак Google Chrome Нормально Поставился Я Могу Просматривать Все Свои Там Ролики Менять И так Далее То есть Меня Это Вполне Устраивает Теперь Чем Займусь Я Ну А сейчас Я Уберу Ряд Программ Которые Допустим Лично Мне Не Нужны Уберу Я С Панели Firefox И В Интернете Вот Удалить Заводим Пароль Соглашаюсь И пусть Он Его Удаляет То есть Вот так Вот Очень Просто Удаляются Ненужные Вам Пакеты Практически В интернете Я Не пользуюсь Вот Этой Штучкой Удалить Соглашаюсь Еще Ну И Зачем Мне Тут Пиджин Я Не пользуюсь Я Только Скайпом Пользуюсь Скайп Я Еще Не Вставил Но Пиджин Я Уберу Пусть Он там Убирает Все Что Мне Не Нужно Убираю Почтовым клиентам Практически Не пользуюсь Убрать Ну Ну Ладно Самое Необходимое Сделали Так Теперь Перезагрузимся Посмотрим Итак Поставим Видеоредактор OpenShot Ну Теперь Проверим Ну Ну Вот Очень Часто Выскакивает Вот Такая Табличка Значит Что Нет Вот Этой Вот Библиотеки Выделяем Копируем Вставляем Сюда Вот Библиотека Это Необходимый Компонент Для Редактора OpenShot Поэтому Его Нужно Просто Напросту Установить Вот И Все И Также Можем Проверить Полноценность Установки Вот Таким Образа А Здесь Заведем OpenShot Как видим Опять Система Нашла Что Необходимо Желательно Поставить Вот Эти Компоненты Ну Кто Б Спорил Вводим Пароль Пользователя Нажимаем Yes И так Все необходимое Установлено Все пакеты До Установлены Поэтому Практически Можем Нормально Пользоваться Видеоредактором OpenShot То же Самое Я хочу Сейчас Сделать Для Программы Cherry3 Вот Тоже Нашла Кое Что Нужно До Установить И Получаем Что В Дополнительных Пакетах Google Chrome Не Нуждаются Вот Таким Образом Работает Вот Чудесная Командочка И Поэтому Я Рекомендую Просто Просто Всегда Иметь Ввиду При Установке Каких Либо Программ То есть Она Прекрасно Устраняет Все Зависимости И Всякого Рода Неполадки Великолепная Команда Поэтому Я Всегда Могу Взять Сохранить Последнюю Версию Моего Файлика Закрыть Его Могу Даже Нажать На Синхронизацию И Он Там В зависимости От размеров Файликов И От Скорости Интернета Потихонечку Будет Себе Обновляться Вот У меня Написано Что На Паузе Я Могу Сейчас Нажать Вот Так Вот И Пусть Он Там Себе Как Говорится Обновляется Сколько Там Потребуется Потому Что Роли Уже Это Не Играет Причем Находясь На Винде Находясь На Линуксе Я Всегда Смогу Этот Файлик Средактировать Собственно Говорят Без Разницы Вот Таким Вот Образом Чудесная Программа Черри Три Хорошо Синхронизируется С облачным Хранилищем Поэтому Никогда У вас Ценная Информация Не Пропадет Причем Еще Одна Интересная Особенность Вот Если Взять Дата Черри Три Файлик ЦТБ Вот Она Создает Одну Две Три Волнистые Копии Если Что-то Даже Случится Запорите Вот Сам Файлик Там Допустим Раз У вас Размер Везде Шел Там 13 А Раз Там Допустим 100 Килобайт Ну Явно Что-то Не То Что-то Там Запороли Ну Взяли Удалили Ее Взяли Вот Это Вот Поставили Переименовать Убрали Вот Эти Волнистые Линии И У вас Осталась Последняя Вертика Файла Вот И все То есть Даже Вот Такой Вариант Откатный Автор Предусмотрел Ну В принципе И правильно Сделал Удобно Хорошо И Прекрасно Ну Ладно Значит Желаю Вам С умом Пользоваться Вот Файлик Камчери 3 Очень И Очень Полезная Штука Linux Min 17.2 Тоже Довольно Таки Хорошая Вещичка Поэтому Творите Выдумывайте Пробуйте Простор Здесь у вас Не ограничен До До встречи